Такие машины вы не увидите сразу. Мало того, вы не поймете, что в таких кузовах. А я вам расскажу. Здесь хранится кислород. И поэтому, ну подальше, владельцы масляных авто. Это, конечно, шутка, но с такими кислородовозами работает МАКТЕХГАЗ. А вот так отправляется заказчику кислород в баллонах. Здесь все, ребята, очень четко. Баллоны уложены и на каждом фиксатор. Это для тех, кто режет и варит. Да потому, что по-другому-то и никак. Металл сваривается с кислородом и им же режется. Это прекрасно понимают те, кто работает в больших условиях. А что насчет малых? Я просто вижу тех, кто на разварюхах таскает непотребные листы. Но если купить баллон-то, порезав металл за один заход, получится больше. А где купить такой баллон? Калибровщиков 27. Это очень хорошо, когда за вами стоит большое количество заводов Южного Урала. Дело в том, что вы же производите не только для Магнитогорска. У вас еще и потребление Челябинск, Новотроицк. Все эти дела, которые видят, что у вас все хорошо. Так ли это на самом деле? Да, действительно. Мы уже, можно сказать, 5 лет на рынке. Ничего не изменилось. У нас все хорошо. Наши клиенты нами довольны. Это и Челябинский тракторный завод, и из Магнитогорска, и МЗМИ, и много других. То есть больших, крупных предприятий. Конечно, есть проблемы, ну а у кого их нет, но совместно мы их все решаем. А если мы поговорим о том, что я внимательно отношусь к вопросам металлургии в том числе. Если человек захотел, и он знает, где расположен металл, но никак не может достать себе кислород, можете вы ему помочь? Конечно, можем. В любое рабочее время, пусть приезжает, обменивает баллоны, либо мы в его баллоны заправим кислород. Все. Это дело 20-30 минут. То есть если человек прекрасно понимает, что где-то расположен никому не нужный запас металлолома, его просто необходимо реализовать благодаря вашему кислороду? Абсолютно верно. Ну вот так все это заправляется. Если честно, зная газ, находиться рядом с этими устройствами было таки опасно, но пришлось. Здесь, конечно, все очень строго и без курения. Таким образом, газ заливается в баллоны, прочность которых многократна. Конечно, естественно, все баллоны до этого проходят самый тщательный контроль. И ни один косарец здесь рядом стоять не будет. И потому сразу отсюда и в бой. Но что касается баллонов с углекислотой. Ведь основная задача была вам показать, где все это разливается. Дело-то в чем заключается? Очень часто, да даже чаще, чем ранее, передо мной, кляня всех и вся, жестянщики основные рассказывали о недальновидности руководства, показывая мертвые баллоны с углекислотой. Но я-то знаю, где есть и в огромных количествах. Да здесь есть, на калибровщиков 27. Вы знаете, я вот часто проезжаю по различным сервисам города Магнитогорска и часто опять сталкиваюсь с такой проблемкой. То, что люди, которые занимаются ремонтом, задают мне вопрос, а где же все-таки найти углекислоту? Я им говорю, ну попробуйте поискать пивники, которые углекислотой занимаются. Но, по-моему, у вас-то все-таки интереснее и правильнее. Все так. У нас углекислота всегда есть в наличии. Мы готовим также сварочные смеси на углекислоте, на основе углекислота, азот. И только вот, если человек хочет просто взять углекислоту, у нас это всегда есть. А как к вам приехать-то проще? Ну, наш адрес калибровщиков 27. Доехать это можно в Магнитогорск грузовой. Его проезжать, и там за вторым железнодорожным переездом находится наша организация. Вот скажите, пожалуйста, вот правильно, сколько вы готовы выпустить углекислоты? Так, ну это все зависит все-таки от объема, от заказчиков. Но у нас где-то порядка 300-400 баллонов в неделю. Это как минимум. То есть вы готовы 300-400 человек просто обеспечить, оказывается, углекислотой? Да, это все реально. Вот из таких баллонов и разливается углекислота. Опять-таки, только здесь и в тех количествах, которых хватает и на пивососов, и на сварку. Честно, как пиворазливочная станция, а был у меня и такой метод работы, я скажу. Пиво качественное разливается под собственным давлением. А то, что разливается с газом, не для тех, кто понимает вкус к пиву. Но людей со вкусом у нас мало. Так что для других – газ. А то, ради чего жестянщики плачут, умирая над каждым днем без газа. Вот оно. То есть человеку ответственному надо понять. Если жесть молчит, вот вам газ. И количество автотранспорта увеличится. А мне лично непонятно, как, сдав свой автомобиль на перекраску двух деталей, у меня стыбрили молдинг и машина второй месяц не покрашенная. На данный момент мы начали изготавливать пищевые смеси. То есть это смеси газов, углей, кислоты, азота, либо кислорода. То есть в зависимости от назначения. Бывают, то есть мы делаем три типа пищевой смеси. То есть есть для хлеба, для упаковки мучных изделий, для мяса, для мяса птицы, колбасы, варенья, консервации фруктов, овощей. То есть для каждого нужна определенная смесь в определенной пропорции. Да, конечно, это не тема автостопа. Но подумайте, тот, кто может продать вам газ, его же может и замесить для других не менее важных производств. Ведь вы понимаете, в чем дело-то было. Магнитка с ее мощным хозяйством из сельхоз деревень была по сути донором. Мы кормили мясом и рыбой, и курицей, тех, кто после нас швырнул. Мы кормили-то правильно. А теперь-то что? Теперь мы стали донором? И тут не в комбинате, который дышит ровно. Комбинат – это структура передовая. И столько потребностей, сколько было ранее в количестве персонала-то не имеющее. Но все лезут к нам. А у нас что, только потребление? Да нет, конечно. С этим газом появятся и те, кто не бодяжит свои продукты, чьи вещи в фирменном газу храниться будут дольше, чем привозные. Мы просто забыли полоцкие хозяйства и кизильское. А время-то есть дать возможность городу вкусное мясо покушать в этих наполненных правильным газом продуктов. Продать натуральные вещи, из которых через 10 минут фарш, а через час пельмени. А запеченную курицу, а свежайшую и приготовленную копчененькую рыбу. И мозгов как храниться-то не надо. А хлебушек, а пирожки. Да в конце-то концов. Сколько мне вас убеждать, что в городе должно быть только свое. Да надоели привозные просто, они достали нас. Правильный комбинат бытовых, а лучше продуктовых услуг. Работа с нормальными клиентами, ну то есть со мной. И у вас все пучком. А газ вы знаете, где есть. Рассмотрим тогда пример пищевой смеси под названием К30Н. Значит там идет 30% углекислоты и 70% азота. Для чего они нужны? Углекислота, она подавляет рост и размножение вредоносных бактерий. Продукт можно дольше хранить, он не портится. А азот, он выступает своего рода вытеснителем кислорода. Этой пищевой смесью можно пользоваться для упаковки мяса птицы, колбас, фруктов. Но это зависит от самого продукта. То есть намного дольше, конечно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова